Привет всем любителям физики и физического эксперимента. С вами Андрей Щетников и сегодня мы поговорим о понятии момента импульса и о разных вопросах с этим понятием связанных. И вот у меня установка, которую вы уже видели в ролике момент инерции. Здесь на коромысле закреплены два груза, а третий груз прикреплен через нитку к валу и переброшен через блок. И я отпускаю систему, груз опускается и раскручивает грузы на коромысле. Ну и понятно, что при этом сила, которую создает опускающийся груз, именно она и раскручивает грузы, находящиеся наверху. Но эта сила сейчас приложена не к самим грузам, а к плечу гораздо меньшего размера, чем то плечо, на котором закреплены грузы на оси. Ну и нам надо описать такое движение, чем мы сейчас и займемся. И с этой целью мы рассмотрим максимально упрощенную модель. Пусть к оси прикреплен невесомый жесткий рычаг, на котором закреплен груз массы М. При этом плечо груза я обозначил буквой Р, а еще на рычаг действует сила, но она приложена не в месте груза, а в другом месте. И плечо силы Ф я обозначил буквой Л. И поскольку рычаг невесомый, у нас появляется первое условие, сумма моментов сил, приложенных к рычагу, должна быть равна нулю. Значит, Фл равняется, а вот здесь я обозначу силу, с которой рычаг действует на массу буквы Ф', ну и соответственно с такой же силой масса действует на рычаг по третьему закону Ньютона. Стало быть, здесь появляется момент силы Ф' умножить на р. Вот эти два момента силы равны. Ну, а теперь мы рассмотрим второй закон Ньютона. Значит, сила Ф' действует на массу М, и мы записываем, что Ф' равняется МА, то есть МДВ по ДТ. Ну, движение у нас вращательное, и нам, естественно, заменить линейную скорость на выражение ОМЕГАР, где ОМЕГА это угловая скорость вращения. Ну, и если радиус не меняется, его из-под знака дифференцирования можно вынести, у нас получится МР умножить на ДОМЕГАПДТ. Здесь у нас стоит угловое ускорение. Ну, а теперь я сделаю следующий трюк. Здесь у меня стоит сила Ф', я умножу на р все это хозяйство. У меня здесь появится Ф'р, а здесь появится МР квадрат ДОМЕГАПДТ. А Ф'р можно заменить на Фл. Вот я пишу, Фл есть МР квадрат ДОМЕГАПДТ. А МР квадрат в нашей ситуации есть не что иное, как момент инерции. Посмотрите этот ролик, пожалуйста. Он обозначается буквой И, и мы получаем И ДОМЕГАПДТ. Ну, и я введу еще кое-какие обозначения. Значит, Фл, момент силы, я обозначу одной буквой М. И предыдущие соотношения перепишется в виде М, момент силы есть И, момент инерции умножить на ДОМЕГАПДТ, угловое ускорение. Ну, и ясно, что эта конструкция совершенно аналогична выражению Ф равняется МА, то есть МДВ по ДТ в случае поступательного движения. Сила, ее аналогом является момент силы, аналогом массы является момент инерции, а аналогом линейного ускорения является угловое ускорение. Ну, и последнее формальное действие. Я момент инерции занесу под знак дифференцирования. Вот здесь у меня появится Д и ОМЕГАПДТ. И вот это самое хозяйство и ОМЕГА, его называют моментом импульса. И переписываем мы все это в виде ДЛПДТ. И вот это теперь формула М равняется ДЛПДТ. Ее аналогом в поступательном движении является формула для второго закона Ньютона, записанная в виде F есть ДППДТ. Значит, здесь была сила, здесь момент силы, соответственно, здесь был импульс, здесь момент импульса. То есть установлена аналогия между вращательным движением и поступательным движением. Это было формальное введение. А теперь я перехожу к первому содержательному опыту. Здесь на оси у меня стоит электромотор, а на оси электромотора установлено коромысло. Ну, оно само достаточно массивное, но для красоты еще, наконец, установлены два груза. И я выдергиваю размыкатель. И посмотрите, что происходит. Коромысло начало вращаться в одном направлении, А мотор при этом довольно быстро вращается в противоположном направлении. И нам надо объяснить, что здесь произошло. И я изобразил здесь очень условно две вращающиеся части нашей установки, сидящие на одной оси. Нижняя это будет статор двигателя, ну и весь крепеж, который там был снаружи. А верхняя часть это ротор двигателя и прикрепленная к нему внешняя планка. И эти две части во вращении взаимодействуют друг с другом и отталкиваются друг от друга. Так что одна начинает вращаться в одном направлении, а другая в противоположном направлении. Ну и что мы тут должны записать? Что у нас есть основное уравнение. Момент внешних сил равен скорости изменения момента импульса. Но момент внешних сил у нас в нашей ситуации практически равен нулю, если пренебречь силами трения в оси. Ну и тогда, если этот момент равен нулю, то момент импульса не меняется во времени, он постоянный. А на старте ничего не вращалось, он был равен нулю. И значит он и будет оставаться равным нулю. А почему же тогда у нас эти части вращаются? Как это согласуется с нашей алгеброй? Но мы должны записать, что полный момент импульса это сумма моментов импульса в двух частей. Первой и второй. Расписываем моменты импульса как моменты инерции на угловые скорости. И понимаем, что хотя вся вот эта сумма остается равной нулю, но две части не обязаны быть равны нулю. Главное, чтобы они были равны по величине и имели противоположные знаки. Ну и тогда получается, что значит и один омега один, это то, что у нас соответствует вращению в одном направлении. Ну давайте считать, что такое омега положительное. А и два омега два, это вращение в противоположном направлении, будем считать омега отрицательным. Ну и где момент инерции больше, там угловая частота вращения меньше. И все, что мы здесь обсудили, это закон сохранения момента импульса, аналогичный закону сохранения импульса для поступательного движения. А теперь самый главный опыт, связанный с законом сохранения момента импульса, и все вы видели его в исполнении фигуристов. Чтобы выполнить вращение, фигурист делает замах ногой и руками, а потом опускает ногу и прижимает руки к туловищу. И за счет этого его вращение ускоряется в несколько раз. И тот же самый опыт мы сделаем с еще одной вариацией нашей экспериментальной установки. Здесь закреплены два груза, которые могут перемещаться вдоль проволоки. Если я крутну коромысло, то грузы будут отброшены наружу. А еще здесь есть колечко, за которое я могу подтягивать грузы к центру. Я привожу коромысло во вращение. А теперь резко тяну вверх, и коромысло вращается с гораздо большей угловой скоростью. И вот я изобразил нашу установку. В идеализированной модели я буду считать, что вся масса среоточена в грузах. Коромысло невесомое. И я тяну за веревку вверх. А это означает, что я при этом не создаю никакого момента внешних сил. Значит, момент импульса должен оставаться в течение опыта неизменным. Распишу его как и на омега. Ну, а момент инерции и это 2, поскольку масса у нас 2, мр в квадрате. Вот получаем 2 мр в квадрате омега. И смотрите, если радиус по ходу опыта уменьшился в 5 раз, то r в квадрате уменьшается не в 5, а в 25 раз. И чтобы r осталось неизменным, угловая частота должна в 25 раз вырасти. Действительно, установка начинает вращаться очень быстро. Но я перепишу это еще в одном виде. Значит, соберу r в омега в линейную скорость и напишу 2 мв. Мв это импульс каждого из шаров умножить на радиус. Если радиус уменьшился в 5 раз, значит скорость линейная в 5 раз увеличилась. А кинетическая энергия пропорциональна квадрату линейной скорости. Значит, кинетическая энергия при этом возрастает 25 раз. За счет чего же это происходит? И конечно, это возрастание кинетической энергии происходит за счет той работы, которую я совершаю рукой. Потому что тянуть приходится с довольно большой силой, чтобы раскрутить грузы. Но при этом возникает важный вопрос. Сила была направлена вверх. Она передавалась по ниткам на грузы. И сила, которая тянула груз, была направлена по радиусу. А при этом груз вращался по окружности. И значит, сила была направлена перпендикулярно направлению движения груза. Но как же тогда она могла совершать работу? Ваши соображения на этот счет? Пишите в комментариях к этому ролику на ютубе.